Региональные проекты И позволят заработать вам, то можно рассчитывать на поддержку. Главное желание работать для себя и для людей. И в такую морозную осеннюю погоду в славгородских воростянах растут грибы. Правда, не под кедрами, а в здании сельской школы, закрытой несколько лет назад, а потом проданной на аукционе за одну базовую величину трем предприимчивым могилевчанам. Ну и здесь, собственно, находится наше основное пока грибное хозяйство. Пока мы только исключительно в подвале. Прошусь. Здесь у нас растут грибы. Пойдемте их смотреть сразу тогда и все вам расскажем и покажем. Константин Денисов, кстати, совсем недавно работал ведущим на радио могилев. Сменил прямые эфиры на производство грибов. А вот ради иные симпатии остались прежними. Здесь ловится только радио могилев исключительно. Правда, не 96,4, а 102,7. В этой комнате где-то порядка 250 мешков. А всего комнат три. В месяц фермерское хозяйство «Хворостяны Агро» производит тонну полторы грибов. Работают на заказ. Причем продают вешенки даже в Подмосковье. Ну вот, получается такая семейка. Ну сколько здесь? Грамм 400, наверное. Три друга и соседа из областного центра, геодезист, экономист и механизатор, решили растить грибы, потому что хотели производить продукт питания. Ведь людям всегда нужно есть. Нас все пугали, что первый раз у вас ничего не получится. Но по книжкам где-то в интернете смотрели какие-то статьи, где-то смотрели какие-то ролики. И благодаря этому оно выросло и сейчас растет все хорошо. Теперь партнеры думают про расширение производства и создание новых рабочих мест. Для этого они разработали проект «Грибы на соломе» и представили его на ярмарке региональных проектов. Ярмарка в Быхове представила инициативы жителей сельских районов. Ее цель – свести продавцов и купцов, авторов идей и тех, кто может оказать их продвижению помощь. Например, Глобальный экологический фонд поддержал в этом году 11 проектов почти на миллион долларов. В 2018-2019 году мы ожидаем, что еще полтора миллиона долларов на безвозмездной основе будет выделено на вот эти регионы Могилевской области, шесть пострадавших от аварий на Чернобыльской АЭС. Они пойдут также на социальные объекты, на их реконструкцию, восстановление и будут способствовать как решению экологических проблем, так и улучшению жизни людей в регионе. Одни проекты нуждаются в поддержке на старте, другие – на новом этапе развития. Дело сыроваров, которое за семь лет изменило представление о Славгородчине, развивается. И теперь появились мастер-классы для любителей домашних сыров. Вот были у меня байкеры на территории, на усадьбе, да, и это был мастер-класс, вот такое вдохновение, вы не представляете, вот молодежь, я никогда не думала, что они просто с открытыми ртами, вот смотрели на это все, это было вообще… Плоды проектов, связанных с продовольствием, как правило, вкусны и оттого успешны. Литовские партнеры хотят совместный проект по кулинарии и традиционным ремеслам. Его готовы поддержать в Кричеве. Для меня самым главным результатом является то, что люди не уезжают с сельских территорий, что сельские территории – это сегодня звучит гордо. Необходимо заниматься, необходимо двигаться вперед, чтобы обеспечивать благополучие и своих семей, и населенного пункта развития. Хворостянские фермеры тоже хотят развивать свой проект, сделать новые производственные помещения и даже построить на стадионе еще одно здание. И они тоже рассчитывают на поддержку международных и белорусских организаций, потому что готовы работать. И для себя, и для людей, рабочие места, я думаю, и для детей останется им уже это все.